вы знаете здесь у меня особо желание нет брать в руки телефон потому что все свободно свободное время свободный минут который у меня очень мало получается бывает потому что дети постоянно то один заплачет а второй заплачет один хочет кушать его накормил тоже следом 2 хочет у кого двойни или вообще у кого 2 маленьких детей это понимает любую свободную минутку ты пытаешься прилечь поспать поэтому за телефоном браться даже желание нет ну я надеюсь что я надеюсь что все изменится что моя дочь я все-таки станет чуть-чуть поспокойнее вот сейчас тоже она начинает капризничать по поводу помощи со стороны турецких родственников я на их помощь изначально не надеялась да и не хочу чтобы они мне помогали в уходе за детьми потому что все таки это мои дети я хочу сама смотреть за ними ухаживать за ними так как я считаю нужным ай мамина солнышко и что такое тебе одеяльцами сайт то моя капризюля как я и обещала видео о том как прошел перелет я обязательно сниму обязательно сниму похоже все будет все будет ждите мои хорошие они у меня и как всегда хотел поблагодарить всех тех кто переживал за нас писал мне и в личку писали в комментариях очень много было переживающих спасибо мои хорошие все у нас все у нас хорошо самое главное что у деток все кора как он меня внимательно слышит что у деток все хорошо ну все я займусь своей дочи а то есть ее вот так вот оставить она начинает а потом так начинает плакать и тяжело бывает успокоить соседи наверное думаю здесь убиваю моя принцессочка вот она моя красавица не можешь достать давай не может она их достать что случилось что такое что такое у меня дети больше нервничает из этих игрушек что достать не могут цены ли я тоже нервничает она тоже нервничает привет привет мои хорошие сегодня у нас 8 или 9 9 января уже мы с детками с папой и сулечка пришли в доктору первый выход наш к доктору турецкому посмотрим сейчас в ожидании местечко комната для ожидания деток игровая комната детки ведут себя прилично вообще дети периодически ведут себя приличным и спит сынули у папы на руках вчера я выспалась наконец-то ночью я выспалась и дочка спала и сын спал но они просыпались конечно но не капризничали просыпались просто поесть там и чуть-чуть а и дальше засыпали прием к доктору доктор это типа нашего педиатра прием стоит 380 лир на 1 ребеночка ну 1 лир 13 рублей на сегодняшний день доллар и так далее уже приведите сами потому что у меня в голове не калькулятор все закрывают пока потом расскажу какие у меня впечатления останутся остались после приема доктора надеюсь понравится как приехали сюда она такая неразговорчивая стала у нас не чего тебе сказать дома совсем не чего что ли да принцесса но капризуля мамина ты мамина капризуля да да серьезно серьезно да солнышко солнышко мамина солнышко ты моя красавица ты моя принцесса да 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 вот она наша красавица то все переживали где где дочь а где дочь и все на месте у нас все у нас хорошо сегодня доктор нас взвешивал и измерял рост но вес почему-то на 500 грамм показала меньше чем когда взвешивала последний раз в дагестане видимо от весов зависит а для маленькая моя а братик спит братик спит обещали воду отключить ждем сегодня с 9 вечера до после завтрашнего утра обещали отключить все что возможно мы набрали вот такую вот игрушку я я купила им махачкале когда была здесь нажимаешь на картинки и она сказки рассказывает ну конечно 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 не полностью такого в укороченном варианте моим детям особо пока не интересно да мамина там моя принцесса принцесса у нас папа как телевизор громко смотрит и вот такие вот книжки тоже я им купила разные разные это курочка ряба еще куча разных есть такими яркими картинками но на книжку вот эту они смотрят и книжка интересно недорогие цена 78 рублей кстати врач сказал что сынуля развивается уже как все сверстники дочь отстает в развитии и единственное что она не делает она вы знаете когда ее зовешь она не всегда реагирует на позывы только когда пожелает настоящая барыня за через месяц прийти еще понаблюдаем так все рефлексы все все в норме дома и девочку рост у нас сейчас у дочери 58 у сына 63 сантиметра мне казалось почему то что они чуть длиннее казалось маме казалось да маме казалось до маленькой мы вот здесь у нас волосики не растут потому что постоянно головой мотает крутит пальчики все я отключаюсь всем хорошего вечера дня утра привет привет мои хорошие я ела орехи ведетики минута тишины оба ребенка спят такой бывает мне очень редко узнать у моей дочери такая особенность она она не хочет спать в дюльке у нас есть люлька специально который качается не та которая была в дагестане который была в дагестане и брала на прокат и ее наверное уже забрали не знаю есть обычная люлька который качается не автоматическая там сынуля спит доча категорически мне не хочет спать знаете где она спит вот посмотрите на кресло смотрите мне вот есть кресло специально это кресло для кормления там очень удобно сидеть и кормить грудью я когда его только увидела муж его купил кресло будешь на нем сидеть кормить я вот это бесполезная вещь зачем она нужна ну как все женщины начал ворчать на него его место будет занимать зря знать очень удобная вещь очень просто удобно его дочь и полюбила на ней спать на нем точнее спать ее на качаешь она засыпает а на люльке вот это вот качание на на люльке ей не нравится вот что я вышла то в эфир я хотела ответить на вопросы потому что я вижу в комментариях да и в личку мне приходят сообщения хотят задать мне вопросы по поводу турции девочки я не отвечаю на вопросы по поводу турции потому что я небольшой знаток жизни в турции я могу рассказать лишь о своей и о том что я вижу это не знать что мое мнение это если на последние станции поэтому я не советчик отвечать по поводу всей турции тем более я не могу девочки не обижайтесь но и не ждите от меня ответов на такие вопросы очень часто бывают вопросы по поводу в недвижимости отелей как где отдохнуть и где познакомиться с хорошим мужчиной и этого всего не знаю не знаю и еще бывает частый вопрос что он сынули проснулся частый вопрос о том что в турции очень дорого отопление и газ и спрашивают насколько дорого я не знаю пока мы только приехали мы бы что это такое мы пока только приехали посмотрим в этом месяце в конце месяца какую насчет выйдет прошу прощения за изображение но что делать си нуля си нуля си нуля спит здесь конца месяца я расскажу какой счет у нас получится у нас дома тепло мы все время отапливаем до турции очень дорогое отопление точнее газ и электричество дорого в турции она и раньше была дорога сейчас вообще будет подорожала но пока я не видела считать не могу сказать насколько по маме солнышко вот такие вот у нас два так что детки мои не мерзнуть не переживайте 20 часа в сутки мы отапливаем а кстати кто то еще писал что в турции нет отопления что мы обогреваемся кондиционерами и так далее нет у нас есть отопление каких-то городах наверно нет но у нас есть смотрите на этих двоих видео 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 чеки посмотрите какая идея сынуля си нуля тебе нравится да с папой лежать ай чё-бой 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 чё ушастик маме веслоушка как бабуля говорила бабуля называла моего сына весло узкой как бизнесмен ручки тоже сложил а доча все еще спит там на кресле господит Мамин птицик! Ой, нет, что ты там делаешь слюнки? Волну, шикматчик пищи бамбурга Сэмми Аслан смотрит телевизор Тут направо освещение Сэмми Аслан исключительно У нас не делаешь Реклама 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 Продолжение следует...